Друзья, хочу посоветовать вам нереально крутой канал, который называется PopFit. Ребята запустились совсем недавно, у них очень мало подписчиков, но это не значит, что они снимают плохой контент. У них офигенный контент, качественная картинка, монтаж на уровне и новые спортивные герои. Также они проводят розыгрыш, где разыгрывают браслеты, футбольные мячи, самокат. Это всего лишь за подписку и комментарий. Давайте подпишемся, раскачаем их канал по полной. Всем привет, друзья, это Влад, и сегодня он вам покажет обучалку, как делать 360 на турнике, да? Именно. Поехали. Я два хочу вообще показать. И сегодня мы вам покажем две вариации 360. Первая вариация с упора, когда турник находится вот здесь вот, и ты заходишь на 360. И второй вариант, маховый вариант, из-под турника. Это был первый вариант с упора сверху. И сейчас я просто покажу, как, возможно, подводящими подойти к этому элементу и пробовать. Итак, я предлагаю вам найти перекладину пониже, чтобы вы могли, когда крутитесь, вставать в полный рост и не падать, чтобы было менее опасно. Безопасность превыше всего, когда мы учим новые элементы. И пробовать хотя бы пол оборота, не знаю, 90 градусов и от этого уже отталкиваться. И примерно это выглядит вот так. После этого, когда уже более-менее комфортно это крутишь, чувствуешь, что у тебя получается, можно добавлять еще. И следующий будет шаг, когда ты уже, допустим, 360 сделаешь, показываю. Доставать руки, пытаться поймать руками. Одной рукой, двумя, как получается. Можно начать, например, с одной, с левой руки, если делаете в левую сторону винт. Ну и после этого можно уже пробовать в две руки ловить турник. То есть, когда вы на такой вот высоте уже осознанно делаете, получается, то можно пробовать на перекладине повыше и каждый раз идти на возрастание. Например, здесь у нас высота, скажем, плеча. Здесь ты комфортно можешь и схватиться, и встать в ноги, то есть прочувствовать сам этот момент. Также вы должны хорошо понимать, что в этом движении очень большую роль играют ноги, потому что ногами вы делаете мах и задаете инерцию. И я предлагаю вам научиться самое вот, само это движение правильно ногами делать. Выпрыгивать, надо задавать туда. И когда ты уже задал эту инерцию, тебе остается просто закручивать себя корпусом. И когда вы делаете, постарайтесь слишком близко к турнику не прижиматься в момент крутки, потому что вы можете и зубами, и лицом удариться, и просто протереть свой корпус. То есть, слишком далеко нельзя делать от турника. И слишком близко. Вторая вариация немного посложнее будет. Тут больше вопрос техники, раскачки, инерции. И сейчас мы будем разбирать это все с самого нуля. Сейчас я показываю, как она выглядит. После разбираем этот элемент. Начнем, пожалуй, с раскачки. Вам нужно запрыгнуть на турник, дать мах ногами и научиться уверенно просто качаться. Сейчас я покажу разные упражнения с раскачкой, и вы можете их просто пробовать. Самая обычная раскачка вот ногами. Мы раскачиваемся. Можно добавлять, допустим, перехватики, чтобы более уверенно чувствовать себя в раскачке и так далее. Что хотелось бы дальше отметить. Здесь один момент есть. Когда ты зашел в раскачку, и когда ты заходишь на сам элемент, 360. Здесь нужно дойти вот до такого момента, чтобы у тебя турник был на одной линии с плечами. И когда турник получается перед тобой, в этот момент ты должен руками отталкиваться и заходить в крутку. После этого ты не отлетаешь ни назад, ни вперед. Все время вот ты на расстоянии вот таких вот рук прямых. Заходишь в крутку, и после, когда крутка уже совершена, тебе остается просто схватить турник. Вариаций данного элемента очень много. И вы должны выбрать сами, какая раскачка вам удобнее всего, комфортнее. Вы должны сами выбрать, как вам закручиваться удобнее. Больше за счет рук, больше за счет ног. Это все очень индивидуально. Но надо хоть с чего-то начать. Я, например, еще раз покажу, по какой технике я делаю, чтобы вы понимали. Все очень сугубо индивидуально, но я примерно разобрал, как делаю я этот элемент. И вы можете прийти на любые турники и начать просто пробовать. И еще покажем вам третий вариант. 360 покажет вам Толик. Как он называется? Мы называем его здесь Dragon 360. Драконий 360. Не знаю, как правильно, может быть, его называют в России и в других странах, но у нас он как-то так называется. Вы беретесь двумя руками за турник. Примерно так. Ну, также есть разные варианты, потому что некоторые люди начинают изучение, допустим, примерно, может быть, такого хвата, потому что так будет легче зайти. Вот. Но в идеале все его делают как бы вот так вот. Мы раскачиваемся такой же раскачкой, как на обычной Маховой 360. После этого мы всем телом, мы ногами, я ногами лично, так же можно опять же по-разному делать, то есть я руками начинаю заворачивать. Я делаю ногами. Абсолютно на прямом теле прокручиваемся и хватаемся за одного турника. Вот, собственно. И советую касательно этого элемента делать его все-таки учиться в зале, потому что здесь, как мне кажется, главный момент это как бы прочувствовать именно нужный момент, когда нужно себя заворачивать и момент, когда нужно хвататься. Потому что, как мне кажется, в большинстве случаев это делается как рандом. То есть ты можешь схватиться, можешь не схватиться, но можно этому, конечно, научиться. Вот, сам я начинал с зала вместе с матами. Потому что, когда ты заходишь, начинаешь крутиться, в этот момент тебе будет очень страшно и, скорее всего, ты можешь просто упасть. Очень хорошо упасть, если занимаешься на улице. И, в общем, и, скорее всего, лучше начинать все-таки с такого хвата в зале. Вот, беретесь вот так вот. Соответственно, если вы идете, крутите вправо. Это влево, Толян. Да, если вы крутите влево, тогда делайте, наверное, вот так вот. Хотя, может быть так. Ну, вы должны сами понять, там просто увидите. Но суть в том, что, когда вы делаете на таком хвате, вы должны делать как будто бы полное 360. А когда вы делаете уже изначально, у вас одна рука будет повернута, то там будет как бы легче. То есть, примерно, как будто бы вы делаете как будто бы. Ребят, тут просто надо брать и делать. Потому что ты хватаешься за турник, делаешь вот так вот, отпускай руки. И снова хватаешься. Это реально надо просто пробовать. Но пробуйте так, чтобы это было максимально не опасно, максимально без травм. Поэтому турники чуть пониже, где-то где песочек есть. Маты, может быть, в зале, если у вас есть такой вообще вариант где-то в городе. Я не знаю, где вы живете и какие у вас условия и так далее. То есть, минимум травматизма. Пробуйте, ребята, и все у вас получится. Это несложно. Продолжение следует...